Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня я расскажу тебе о том, чего другие вообще не видят. Даже суперпреданные биткоину люди недооценивают количество денег, которое будет напечатано в ближайшее время. Пока нас отвлекают новыми отчетами про инфляцию в США, событие гораздо важнее происходит на фоне в Китае. И оно очень важное для биткоина. Впервые со времен коронавируса китайская экономика переходит в дефляционную спираль. И чтобы избежать экономического спада, Китай должен возобновить количественное смягчение. Давай разберемся в этом видео детально, что происходит и какие это будет иметь последствия. Ну а прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк. Это очень помогает находить мотивацию для работы над дальнейшими видео. На прошлом ролике мы набрали 100 лайков за 2 минуты, что меня приятно шокировало. Большое спасибо за поддержку. Итак, Китай это вторая экономика мира и самый большой производитель в мире. Происходящие там события сильно влияют на глобальную экономику. Новые данные за июль показывают, что Китай продолжает страдать. Экспорт, который является кровью китайской экономики, по сравнению с июлем прошлого года упал на 14,5%. И это восьмой месяц из последних десяти, когда наблюдается падение экспорта. А значит это не просто совпадение, а уже устойчивая и серьезная проблема. Кроме этого импорт упал на 12,4% в годовом исчислении. И это девятый месяц из десяти, когда импорт падал. Почему эта проблема? Потому что Китай импортирует много товаров и сырья для производства товаров на экспорт. И когда импорт падает, это большой сигнал, что экспорт тоже упадет в следующие несколько месяцев. Это может спровоцировать замкнутый круг для китайской экономики. В результате индекс деловой активности, дающий нам понимание того, что происходит с компаниями в Китае, продолжает находиться ниже критической отметки в 50 пунктов. Это говорит о том, что компании считают, что экономика не восстанавливается после ковидных ограничений, а заводская активность сокращается. И что еще хуже для китайской экономики, это дефляционный коллапс. Это обратный инфляции процесс, когда цены в Китае начали падать. Это приводит к тому, что стоимость китайской валюты, как ты видишь на этом графике, по отношению к доллару США, тоже падает. Причем значительно. Посмотри на этот график. Мы видим, что июль 2023 года стал худшим месяцем за последние 12, ведь падение экспорта значительно ускорилось в этом месяце по сравнению с прошлым годом. И это худший месяц за последние 3 года. Так как сила китайской экономики базируется на производстве товаров, которые Китай затем экспортирует, это очень тревожный сигнал. Потому что мы видим, что падение в июле 2023 года – это не единичный случай, а продолжение устойчивого тренда, который начался в октябре 2022 года. Затем мы видели прыжок вот здесь. В марте и апреле 2023 года. Потому что Китай тогда, наконец, открыл свою экономику после ковидных локдаунов. Ожидалось, что после этого начнется большой рост китайской экономики. Но этого не произошло. Открытие экономики привело к краткосрочному всплеску экспорта. А затем тренд на падение продолжился. Почему? Потому что спрос на китайские товары падает. Как внутри страны, так и за ее пределами. Экспорт в Соединенные Штаты – крупнейший рынок для Китая – упал на 23,1% в годовом исчислении. В то же время поставки в Европейский Союз упали на 20,6% из-за нарастания дипломатической напряженности между Китаем и Евросоюзом. И если мы нарисуем здесь вот такую линию, то увидим устойчивый падающий тренд, в котором вот этот прорыв вот здесь оказался ничем иным, как фальшивым пробоем. Вот такой вот технический анализ. Китай, как вторая экономика мира, не только экспортирует, но и импортирует огромное количество товаров. Если мы видим снижение этих двух пунктов в китайской экономике, это, безусловно, будет иметь большое влияние на глобальную экономику. Посмотри на этот график здесь. Это изменение стоимости импорта Китая за последние 12 месяцев. И здесь мы тоже наблюдаем устойчивый тренд на падение. Открытие экономики после коронавируса спровоцировало лишь краткосрочный всплеск импорта. Проблема носит уже хронический характер. Ведь из 12 месяцев 10 месяцев показали существенное падение. Даже несмотря на то, что ожидания после открытия экономики Китая были оптимистичными. Падение этого индикатора означает, что Китай производит меньше товаров, а падение экономики в дальнейшем, скорее всего, продолжится. Здесь нужно отметить, ведь это очень интересно, что в июле этого года импорт из России в Китай упал. Впервые с февраля 2021. И этот заголовок на самом деле гораздо глубже. С тех пор, как европейские рынки для сбыта нефти и газа были потеряны, российское правительство пыталось увеличить экспорт в Китай. То, что мы наблюдаем падение китайского импорта из России, показывает, что спрос на нефть и газ в Китае падает, потому что китайская экономика замедляется. А замедление экономики Китая повлияет на множество стран, в том числе и на Россию, которая сегодня зависит от китайского рынка сбыта больше, чем когда-либо в своей истории. Этот график показывает индекс деловой активности. И этот индекс – это фактически результат опроса менеджеров тысяч компаний, увеличивают ли они покупки сырья и другие материалы для производства, или же, наоборот, уменьшают. Ключевая цель этого индекса – быть выше 50%. Если он выше 50%, это означает, что сырья и товаров покупается все больше, а компании уверены, что их бизнесы будут расти. Если же PMI ниже 50%, это означает, что компании становятся осторожнее, они не уверены насчет будущего роста и стараются максимально экономить свои деньги. В Китае этот индекс уже 4 месяца подряд находится ниже уровня 50%. При этом мы видели вот этот всплеск вот здесь. Это означает, что бизнесы в Китае верят в то, что следующие полгода будут сопровождаться сокращением китайской экономики. На этом графике мы видим такую же картину, как и на других. Общий тренд нападения, кроме нескольких месяцев вот здесь. Именно тогда, когда экономика Китая была открыта после коронавируса. Но это был краткосрочный всплеск, и далее тренд нападения продолжился. Ожидания на рост экономики после ее открытия не оправдались. Китайские компании страдают уже 4 месяца подряд, при этом они не ожидают, что китайская экономика будет расти в ближайшее время. Конечно, импорт и экспорт влияют на инфляцию в том числе. И сейчас самое интересное, что пока крупнейшие экономики мира бьются с высокой инфляцией, Китай столкнулся с зеркальной проблемой. Целевая ставка инфляции на 2023 год была установлена в размере 3% китайским правительствам. И это выше, чем актуальные цифры, как ты видишь на этом графике. Самый высокий уровень за последние 12 месяцев составил 2,8%. Затем он провалился до 1,6%. Следующий скачок произошел после того, как коронавирусные ограничения в экономике Китая были сняты. Но затем мы видим огромнейшее падение. В июне инфляция составила 0%, а за июль 2023 года – минус 0,3%. Это дефляция, которая означает, что цены в Китае в июле 2023 года на 0,3% ниже, чем в июле 2022. И многие сейчас напишут в комментариях, что это хорошо. Но на самом деле дефляция – это абсолютный кошмар для всех компаний в Китае. Потому что на компании всегда давят соотношение зарплат и так называемый input price. То есть цены, по которой производитель закупает материалы и другие необходимые для производства ресурсы. Большинство компаний в Китае теперь столкнулись с этой проблемой. Input price растет, а конечные цены продаж падают в дефляции. Это приведет к тому, что вся маржа нивелируется, если не больше. Целевой уровень в 3% инфляции Китай установил для того, чтобы компании могли одолеть и повышение зарплат сотрудникам, и повышение input price, и при этом остаться хотя бы в маленьком профите. Дефляция теперь делает это невозможным. Компаниям теперь очень сложно повышать зарплаты сотрудникам, так как это означает либо работать в убыток, либо сокращать сотрудников, либо сообщать о банкротстве. И если мы посмотрим на график инфляции в Китае, за последние 10 лет мы можем увидеть, что был только еще один раз, когда Китай пребывал в дефляции. Это было во время пандемии коронавируса. Но на самом деле эта дефляция была вполне себе рукотворной, потому что Китай сам закрыл свою экономику, а спрос на китайские товары упал из-за того, что многие другие страны тоже закрылись на локдауны. Но сегодня ситуация совершенно другая. Никаких локдаунов больше нет. Именно поэтому сегодняшняя ситуация вызывает опасения, что Китай может стать следующей Японией. Япония тоже провалилась в дефляцию, что назвали потерянным десятилетием. И дефляция в Японии вылилась в стагнацию экономики и недостаточный рост заработной платы. Чтобы было понятнее, это означает, что ты должен работать за ту же зарплату на протяжении следующих, скажем, 20 лет. Это график инфляции еды в Китае. Такой же тренд, как и в общей инфляции, отличаются только цифры. В июле 2023 года и еда перешла в дефляцию. Минус 1,7% впервые со времен коронавируса. Это краткосрочная выгода для потребителей в Китае, но производители еды в Китае сейчас уже страдают, так как они столкнулись с проблемой падения прибыли. Здесь мы видим динамику заработной платы в производстве. Как ты видишь, она растет каждый год на протяжении последних 10 лет. И, скорее всего, за 2023 год она тоже вырастет. Что, учитывая дефляцию, надавит на компании еще больше. Ведь теперь не только цена конечного продукта становится ниже, но еще и зарплату нужно повысить. А это индекс цен производителей. Фактически показывает изменение окончательной цены товара, когда он покидает завод или фабрику. Эта динамика показывает нам, что может произойти в ближайшие полгода. Товары, которые покидают завод, затем будут распределены в розницу или в опт. И в результате станут двигателем индекса потребительских цен. То есть инфляции. И как ты видишь на этом графике, последние 10 месяцев индекс цен производителей только падает. И за июль 2023 года падение составило 4,4% по сравнению с июлем 2022. Это означает, что цены, по которым заводы продают, упали на 4,4% в годовом исчислении. И это хуже ожиданий. И этот тренд уменьшения цен продолжается. Учитывая это, доходы компании будут чувствовать еще большее давление, если они вообще останутся после учета всех этих факторов. Кроме этого, этот график нам показывает, что дефляция, в которую вступила китайская экономика в июле 2023 года, продолжится на протяжении как минимум еще 3-6 месяцев. Потому что между индексом цен производителей и инфляцией есть задержка. То есть цены производителей повлияют на индекс потребительских цен в будущем. И цены продолжат опускаться ниже. То есть дефляция будет усугубляться. Когда у тебя есть высокая инфляция, что ты должен сделать, чтобы с ней бороться? Центральные банки, как в Соединенных Штатах, например, повышают процентную ставку. Это повышает стоимость займов и кредитов, что мотивирует людей не брать новые кредиты. Что уменьшает поток денег в бизнесе и в экономике. Это приводит к падению цен и, как следствие, к снижению инфляции. В теории. Но когда у тебя есть дефляция, обычно делают обратное. Ты хочешь заставить людей тратить свои деньги, чтобы увеличить спрос и, как следствие, поднять цены. По логике, чтобы это сделать, тебе стоит понизить процентную ставку. То есть сделать кредиты, займы, да и деньги в целом дешевыми. На протяжении последнего года мы наблюдаем рост процентных ставок в большинстве стран. От 0% до 5-6%. И эти быстрые взлеты процентных ставок уже влияют на падение инфляции в этих странах. Например, в США с 9,1% до 3,2%. Учитывая эту логику, мы должны ожидать от Китая радикального уменьшения процентной ставки, чтобы попытаться стимулировать людей тратить, а не копить. И тем самым стартовать рост цен на товары, услуги и так далее. Что приведет к тому, что мы выберемся из этой дефляционной ловушки. И мы видим, что они уже начали делать это в июле 2023 года. Они уменьшили ставку с 3,65% до 3,55%. И это явно недостаточно. Это показывает, что китайское правительство не рассматривает этот инструмент как основной для борьбы с дефляцией. Почему? Вот в чем дело. Китай сильно отличается от стран западного мира. На Западе огромное количество потребителей с радостью набирают долги. Огромные ипотеки, автомобильные кредиты, потратить деньги, которых у них нет, с кредитки и тому подобное. Это общепринятый способ обеспечить свой образ жизни на Западе. В Китае же все по-другому. Люди не берут такого же количества долгов, поэтому понижение ставок не будет таким же эффективным инструментом. И да, хорошо, что китайцы не так подсажены на кредиты. Но это большая проблема для властей Китая, которым придется искать другие способы стимулировать рост спроса. Еще одна большая проблема Китая, что компании и потребители начинают придерживать свои деньги, пытаясь сохранить и сэкономить, что тоже добавит скорости дефляционного давления на цены. Когда Япония столкнулась с этим, им понадобилось 20 лет, чтобы справиться с этой проблемой. Но что же делать Китаю? Можно, например, девальвировать юань. Более дешевые деньги, более высокие цены. Как следствие, инфляция будет расти, и мы вылезем из дефляции. И на самом деле это очень оптимистичная ситуация для биткоина. Китай в ближайшие месяцы может начать объявлять о планах стимулирования экономики. А это означает, что они запустят печатный станок. Кэти Вуд из Арк Инвест также прогнозирует, что политика ФРС США может привести к дефляции. Конечно же, дефляция наступит с задержкой. А это означает, что дефляция распространится из Китая на весь мир. И тогда центральным банкам придется вернуться к стимулированию экономики. То есть к печати денег. То есть к количественному смягчению. Посмотри на этот график еще раз. Дефляция во времена коронавируса. Вот она, здесь. Что тогда произошло? Стимулирование экономики, печать денег, количественное смягчение. И что же тогда произошло с рынками? Огромный взрыв. Биткоин, крипта, акции. Росло абсолютно все. Ну а меня зовут Богатейщий Ди. И если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это очень помогает его продвижению. А мне помогает находить мотивацию для создания нового контента. А мы с тобой увидимся совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok